Студенты Якутского технологического техникума сервиса второй день сдают выпускные экзамены по мировым стандартам WorldSkills. По каким критериям оценивают блюда, какие возможности получат студенты, узнал Евгений Тайтонов. Такой формат в пилотном режиме внедрили в этом году в 20 регионах страны. В частности, Якутия стала пионером по аттестации поваров-кондитеров по нормативам WorldSkills. Демонстрационный экзамен нужен для того, чтобы проверить навыки, знания, умения, навыки, практический опыт именно по стандартам WorldSkills, мировым стандартам. Ребята у нас дают экзамен 15 часов. Они выполняют задание финала национального чемпионата 2016 года. Как правило, на повара-кондитера поступают ребята, уже имеющие минимальную подготовку в домашних условиях. Чтобы успешно выпуститься уже на этой неделе, им нужно в течение трех дней подемонстрировать свои умения в кондитерском деле. Я готовить начала в 6 лет. Ну, такое обычное супы, горячие. Я к беде уже спокойно подходила. Родители не беспокоились, могли меня оставить дом, потому что я могла себе уже покушать, приготовить, даже тортики готовила. По истечении трех дней студенты делают второй и уже последний шаг ко взрослой жизни. По поварскому делу им предстоит приготовить 4 разных блюд, где половина времени уходит лишь на приготовление ингредиентов. Требования к ребятам на уровне национального чемпионата. Студенты-выпускники должны придерживаться установленного в 150 правил. Приготовленные блюда оценивает приглашенная независимая комиссия. На каждого будущего мастера своего дела приходится 13 экспертов. Если сравнить курсанта Остарбахова 1963 года, то для меня это большое достижение, что современная молодежь ушла намного вперед, чем мы. Сдача студентами итоговых экзаменов по международному стандарту, как отмечают эксперты, поспособствует их дальнейшему трудоустройству. У молодых специалистов появится возможность работать не только в самых престижных заведениях России, но и за рубежом. Евгений Тайтонов, Юрий Филиппов, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск.